Обзор по золоту, часовой график. Пятничная сессия для котировок ценного металла представляла собой разнонаправленные движения, плавное повышение котировок, как можно было заметить, вплоть до публикации данных макроэкономической статистики в Соединенных Штатах, после чего последовало достижение в первую очередь линии, представляющей собой 61% по Fibonacci от роста в четверг и в среду на прошлой неделе. Также это совпало с достижением нижней линии поддержки восходящего канала на данном рынке. Следует отметить, что котировки золота достаточно четко реагируют на линии данного восходящего канала. Можно заметить, что при достижении каждого раза данных линий происходил существенный рост котировок. По этой причине в случае, если сегодня будет достигнута очередной раз данная линия, что совпадет скорее всего с 38% линией кофе Fibonacci, следует заключить сделки на продажу. Дальнейшие движения на данном рынке также ожидаю восходящим. Не исключено, что данная линия, точнее уровень сопротивления 12.07 будет преодолен уже сегодняшнюю европейскую сессию. Также следует отметить и открытие текущих торгов на данной сегодняшней азиатской сессии с небольшим ценовым разрывом. Причиной этого стала ситуация с фунтом стерлинга и повышение неопределенности с будущим британской экономики. Подобные события всегда приводят к бычьим настроениям, так называемым повышению активности покупателей на рынке золота и в свою очередь является катализатором дальнейшего роста. Ввиду этого в перспективе ближайших двух сессий ожидаю восходящее движение по рынку золота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова